Добрый день дорогие друзья! Сегодня у меня еще одна готовая работа. Начала я ее вышивать еще в мае месяце, но вышивала не каждый день, а когда у меня вечером был буквально час для вышивки. Не хотелось брать большую работу, станок, все раскладывать, поэтому я брала пяльца и вышивала эти замечательные цветы. Это The Sampler Company и дизайнер бренда Кейс. Я впервые вышиваю дизайн от этого производителя. Мне понравилось все, начиная от схемы до результата. Это превью самой схемы. Мне понравилось, что есть фото, фото отшива. И давайте я вам покажу свой готовый результат. Значит, вышивала я на 40 каунте. У меня была целая история с выбором ткани. Я начинала три раза эту работу и вот третий раз это уже готовый результат. Я думала по поводу каунта основы, не цвета, а именно каунта. Давайте я вам покажу, что рекомендует производитель. Производитель рекомендует вышивать на 25 каунте. И, как я понимаю, здесь вышивается в две нити через два переплетения. Но если посмотреть на превью, я вот так вот рассматривала, присматривалась. Мне кажется, что эта работа вышита тоже на 40 каунте. Потому что, если посмотреть поближе, она вышивается через два переплетения. И она здесь небольшая. Ну, то есть, крестики такие же маленькие, как и получились у меня. Сначала я пробовала вышивать эту работу на 25 каунте через одно переплетение. Работа бы получилась 10 на 10 сантиметров. Да, скажу, что у меня получилась она 13 на 13. То есть, на 25 каунте через одно переплетение она получилась бы меньше. Ну, намного меньше. И вышивать в две нити через одно переплетение на 25 каунте, это было, ну, очень некрасиво. И сложно, и некрасиво. В общем, вышивать в одну нить по этому дизайну нельзя. Потому что, смотрите, здесь ключ. Вот у нас крестики вышиваются в две нити. В принципе, да, их можно вышить в одну. Но дальше у нас есть, также по ключу, значки, которые вышиваются в одну нить. То есть, в две и в одну нить это уже у нас должно придать объема. И также, посмотрите, у нас есть 6 блендов. А если есть бленды, то есть, уже в одну нить этот дизайн вышивать не представляется возможным. А блендов тут довольно-таки много. То есть, сама работа однозначно должна вышиваться точно по ключу в две и в одну нить. И также вот у нас есть французские узелки. Цветов здесь немного, всего лишь 9 штук. И вот она, палитра, вы видите. Поэтому 25 каунт у меня сразу же отпал. Так как через одно переплетение это получалось некрасиво в две нити. Дальше я попробовала вышивать 32 каунт. 32 каунт. Ну, если вышивать через одно переплетение, понятно, что работа была бы еще меньше. И это было бы еще некрасивее. Я попробовала вышивать через два переплетения. И она получилась огромная. И мне казалось, что она и светит. И, в общем, это было что-то некрасивое. И в итоге, третий мой вариант, это 40 каунт, на котором, в принципе, я вышиваю впервые. Я когда-то купила вот такой небольшой отрез. Это 25 на 35 сантиметров. Ну, чтобы попробовать, понравится ли мне такой каунт. И, должна сказать, что мне очень понравилось не только вышивать на 40 каунте, но и сам результат. И этот дизайн просто вот просился именно на 40 каунт. Ну, и я уже говорила, что все же мне кажется, что эта работа и по превью она вышита тоже так же. Поэтому, не знаю, почему здесь написано 25 каунт. Может быть, можно вышить на 25, через два переплетения. Она получится. По-моему, я там считала что-то 16 на 16 сантиметров. В калькуляторе конвейта все можно высчитать. Ну, мне хотелось вот именно вот такого результата. Такие пухленькие крестики. Посмотрите. Давайте мы с вами рассмотрим. Вот серединка цветочка. Она вышивается французскими узелками. Это так объемно смотрится. Красиво. Посмотрите тоже, вот какие бленды. Рамочка вышивается. Здесь есть и бэк, как вы видите. Вот такой красивущий дизайн, мое мнение. Так, и давайте я вам покажу, что у нас еще к схеме прилагалось. Вот еще отдельный ключ, по которому можно посмотреть, какие ниточки надо покупать. Открыточки красивые. Мне очень нравится, как оформлена эта схема. Вот такие вот небольшие вложения. Они приносят какую-то винтажность, мне кажется. И объяснение, как вышивать, какие стежки, крестики. Далее есть алфавит. Можно было бы его использовать. И тоже вот такая вот, как клеточка, где можно написать какое-то свое слово, брать вот эти вот буковки и составить свое слово, а потом его вышить. Также есть объяснение, как оформить работу, как натянуть ее ниточками. Кстати, в этом видео мы с вами ее и оформим. И история сэмплера. Я ее переводила, очень интересная. И также, вот посмотрите, даже есть такие вот интересные, как заметки, что в вышивке, что обозначает. Ну, допустим, если мы вышиваем собаку, какая-то примета. Или, допустим, котика, корабль. В общем, какие приметы в вышивке есть. Это очень-очень интересно. Так, в общем, вот такая вот у нас интересная схема. Ткань я брала Нюкасту 40-го каунта и цвет ее 222-й номер. Это молочный цвет. Дальше я вам покажу рамку, которая у меня, в общем-то, я планировала в нее оформлять. Я думала ее за декупажу. И оформлю в эту рамку. Так как изначально я планировала, что работа будет вышиваться на 25-м каунте через одно переплетение. Ну, когда я еще не вникла в ключ, в схему, думала вышить. И работа у меня должна была бы получиться 10 на 10 сантиметров. И эта рамка бы подошла. Но, так как я поменяла каунт, и сама работа у меня получилась 13 на 13 сантиметров. Давайте я вам сейчас покажу. Вот видите, ровно 13 на 13 сантиметров. И, значит, мне нужно было поменять рамочку. И рамочка у меня есть вот такая. Сейчас я приложу. Так, это у меня уже веревочка, чтобы подвесить готово. Я вам сейчас приложу. И мне кажется, посмотрите, очень красиво выходит. Рамка такая тоже, она с потертостями под старину. И получится, мне кажется, красиво. В общем, сейчас я буду натягивать на картон. Вот, смотрите, я выбрала вот такой картон. У меня обычный картон, в которых мы получаем посылки. Ну, то есть, каждый из нас когда-либо получает посылки. И этот картон, в общем-то, подойдет для натяжки. Я его заклеила сверху белой бумагой, чтобы, ну, в общем-то, если даже мы подложили бы вот такой цвет, ну, натуральный, да. Я думаю, ничего страшного. Ну, я хочу немножечко, все-таки, чтобы эта работа была чуть-чуть светлее. Поэтому я решила наклеить все же белый лист. Подложка такая у меня будет. И сейчас я это ниточками все натяну. Ткань я обрежу, потому что, ну, очень большие края, они будут мешать. И также у меня есть задняя часть, вот такая. Она шла с рамочкой вместе. По поводу рамок, я уже когда-то в видео говорила, что я заказываю вот таких рамок, несколько штук, стандартных, где окошечко является 13 на 13 сантиметров. Эти рамочки очень подходят для наборов Милхил. Я очень люблю вышивать эти наборы. И я заказала несколько рамок разных расцветок. И в эти рамки можно вставлять вышитый Милхил. Он, как обычно, идет стандартных размеров. И их можно менять по тематике. Допустим, какой-то новогодний сюжет я вышила, вставила, да, повисела у меня эта картина. Потом я просто из этой рамки вытаскиваю и вставляю какой-нибудь, может быть, весенний, летний сюжет. В общем, я меняю. И очень хорошо, что в наборах Милхил стандартные размеры вышивки. Они идут на перфорированной бумаге, то есть там натяжка даже не нужна. И эти рамочки очень-очень мне в этом помогают. И вот такое вот совпадение, что этот дизайн у меня получился вот прям именно под такую рамку. Поэтому я сейчас буду оформлять. Ну и, конечно же, вернусь к вам позже и покажу, какой результат у меня получился. Ну вот, мой готовый результат. Я оформила работу. Я не стала вам показывать сам процесс натяжки нитками, так как есть такие обучающие видео на ютубе. Поэтому я сразу же оформила. Вот еще мои ниточки лежат. Они такие у меня плотненькие. Когда я натягиваю вышивку на картон, я пользуюсь вот такими зажимами. Можно использовать и такие иголочки. Но мне удобнее вот такими зажимчиками. Просто иголочкой прошиваю сначала вот так вот линии, а дальше по горизонтали и по вертикали. Сзади я уже задник. Все закрыла. Вот моя веревочка, на которую я повешу. И вот такое у меня получилось оформление. Я, конечно, не великий специалист по оформлениям. Но мне кажется, нормально, неплохо вышло. Можно такую работу оформлять из паспорту. Ну, мне хотелось вот такую вот миниатюрку оформить. И мне очень-очень нравится результат. Я вам сейчас покажу, куда я планирую повесить эту вышивку. Может быть, вы мне какие-то идеи подскажете. Возможно, мне бы хотелось еще какую-то парную работу к этому дизайну. Но надо посмотреть, что есть еще у бренда Кейс. Какие дизайны. Может быть, что-то я и найду. Работу я повешу на кухне. У меня есть вот такой небольшой уголочек. Как вы видите, здесь, в общем-то, у меня мои работы. Висят вот такие подвесочки, бабочка. Также висит картина, которая, мне кажется, сюда очень хорошо вписалась. Это цветы Парижа от Dimensions. И, возможно, вот сюда я повешу и вот эту вот картину. Мне кажется, она сюда идеально подходит. Вот под мою плитку кухонную, да. И еще у меня был вариант, если какую-то парную найти, может быть, и эти работы повесить вот по бокам. Но нет, да. Нет, мне кажется, что она вот прям вот сюда впишется хорошо. Ну, во всяком случае, мы можем интерьер менять. Вот эти вот цветы Парижа я вышивала давно. Они у меня еще на прошлой квартире висели. Сейчас они здесь хорошо вписались. Но тоже мне хочется и на кухню что-то другое вышить. И, возможно, я буду просто эти картины менять. Конечно, по стилистике на кухню что-то кухонное. Да, у меня есть от Mill Hill две чашечки вышиты с кофе. Но не обязательно. Сейчас душа требует цветов. Хочется цветы. Вот так вот будет смотреться. В общем, осталось дело за гвоздиком. Ну что ж, а на этом все. Я думаю, что результат получился такой довольно-таки неплохой. Пишите, как вам нравится или нет. А на этом все. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...